В эфире «Город новости по-выборски» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Смотрите в программе. Миллионы довели до решетки. Грабителям банка вынес приговор Выборгский суд. Чтобы не было беды, сотрудники ГИБДД проводят профилактические рейды на Выборгских дорогах. Как рождаются молочные реки? В Выборгском районе в 34-й раз прошел конкурс профессионального мастерства операторов машинного доения. 12 лифтов в 11 многоквартирных домах Выборга скоро заработают. Их заменят в рамках программы капитального ремонта Ленинградской области. Сейчас выбирают подрядчика, который выполнит работы в домах номер 9 и 33 на бульваре Кутузова, доме номер 20 на проспекте Ленина, морской набережной 30, мира 3 и по некоторым другим адресам. Напомним, 23 февраля этого года в Выборге в 36 домах по решению городского суда были остановлены лифты. С соответствующими исками в инстанцию обратилась Выборгская прокуратура. Суд запретил эксплуатировать лифты, срок службы которых превысил 25 лет. Мы, конечно же, надеемся, что дальнейшая работа у нас будет продолжаться в этом направлении. И к 2020 году у нас таких лифтов уже не будет, которые старше 25. Также у нас направлены уже заявочки в правительство Ленинградской области, чтобы дополнительно нам включили еще 10 домов на ремонт конструктива и 15 домов на замену лифтового оборудования. Это порядка 36 единиц. В марте 2016 года сформирована заявка на краткосрочную программу 2017 года. Туда вошло 6 домов. И заявка также направлена уже в правительство на утверждение. Выборгских бизнесменов проконсультируют и обучат. В городе, возможно, уже в этом году откроют Центр по поддержке предпринимательства. Там уже работающим предпринимателям и тем, кто хочет создать свое дело, расскажут о тонкостях законодательства в этой сфере, о возможностях получения субсидий. Планируется проведение мастер-классов, форумов, фестивалей предпринимательства. Организация будет оказывать предпринимателям и другие услуги. Это и бухгалтерские услуги, это и консалтинговые какие-то, это и проведение исследовательских работ для предпринимателей по рынку, по нахождению каких-то компаньонов по бизнесу. То есть вот такие, то есть это широкие возможности, вплоть до микрофинансирования. Грабителям банков вынес приговор Выборгский городской суд. Их добыча исчислялась миллионами, а тюремный срок теперь годами. Подробности в сюжете Людмилы Перминовой. История, произошедшая два года назад в Выборгском районе, могла бы лечь в основу сценария остросюжетного фильма. Кстати, и началась она после того, как подсудимые посмотрели кино об ограблении банка и решили, а чем мы хуже. По версии следствия, затем они объединились в группу, состоящую из четырех человек. В отношении ее организатора уголовное дело было выделено в отдельное производство, а членов этой троицы судили вместе. Первое преступление они совершили 5 мая 2014 года в Гатчине. Похитили из салона связи несколько мобильных телефонов. Затем отправились в поселок Советский Выборгского района, чтобы напасть на местный офис Сбербанка. При этом вооружились сигнальными револьвером и пистолетом, молотком, металлическими палками. Пока один дежурил снаружи в автомобиле, другие орудовали внутри. В клиентском зале Тхазеплов напал на сотрудников банка и потребовал передачи денежных средств. С целью подавления сопротивления подчередно наставлял на них предмет, используемый в качестве оружия, неустановленный пистолет. Тхазеплов, Утаралиев и Изисов совершили открытое хищение, принадлежащее по Сбербанку России денежным средствами 703 110 рублей. Примерно по такой же схеме аналогичное преступление спустя месяц ими было совершено в Приморске. Из местного отделения Сбербанка преступники похитили почти 2,5 миллиона рублей. Добычу делили поровну, машины бросали в лесу, пытаясь таким образом замести следы. Однако, блуждая по лесополосе, случайно забрели на территорию Приморского порта. Там их задержали охранники, передав руки полицейским. Суд признал всех троих виновными в совершении преступлений. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9, 10 и 11 лет. На основании пункта В части 1 статьи 58 УК РФ мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишения свободы, отбывание наказания назначается в исправительных колониях строгого режима. Засчитайте им срок отбытия наказания и время содержания подсказки 60 июня 2014 года по 5 июня 2016 года. Иски потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба суд удовлетворил. Их размер будет установлен в порядке гражданского судопроизводства. Людмила Перминова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Выборгский полицейский задержали мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает региональное управление МВД. По информации ведомства, 6 июня в полицию обратился местный житель с заявлением о преступлении, совершенном в отношении его дочери. После проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан 24-летний сосед заявителя. Предположительно, 3 июня, применив физическую силу, он завел к себе в квартиру девочку-подростка. Отпустил только после того, как сделал свое грязное дело. По данному факту будет принято процессуальное решение. Светогорская ГЭС не место для рыбной ловли. Об этом уже не первый год напоминают сотрудники рыбнадзора в ходе рейдов, проводимых рядом с гидротехническим сооружением. Тем не менее, им регулярно попадаются жители и гости Светогорска, которые ловят рыбу на расстоянии ближе 500 метров до ГЭС, что запрещено законом. Кроме того, они нарушают еще один запрет на рыболовство на территории, граничащей садками для разведения рыбы. Последний выезд в связи с жалобами директора рыбопроизводящего производства о том, что очень много рыбаков ловит рыбу вблизи садков, был совершен нами выезд. Были задержаны 4 нарушителя, остальные, к сожалению, разбежались. Там их было гораздо больше. Один гражданин, бросив орудие лова, убежал с места и не вернулся. Назначили административное наказание четверым по 2000 рублей. В связи с тем, что граждане были задержаны первый раз, рыбы ими поймано еще не было, форелей. Поэтому было применено минимальное наказание. Вместе с тем, до 20 июня продолжается нерестовый период. В это время сотрудники рыбнадзора особенно интенсивно инспектируют вверенные им водоемы. В мае ими было составлено 56 протоколов за нарушение правил рыболовства. За первую неделю июня уже 13. Нарушение идет как и хождение под мотором, так же нарушение правил рыболовства в части ловли запретными орудиями лова. Это установка сетей, лов пауками, косынками, любыми орудиями, которые только возможны. Есть небезызвестный вам факт, в том числе и электричество, с гибелью двух браконьеров потенциальных, которые пытались добыть рыбу себе. Нарушителям закона грозит ответственность вплоть до уголовной. Восемь пляжей в Выборгском районе выдержали проверку инспекторов местного отделения ГИМС. Шесть из них расположены на территории детских загородных лагерей. Также, по мнению специалистов, купаться можно на городском пляже Выборга и в поселке Советский. Требования по организации безопасного отдыха там соблюдены, дежурят спасатели. Чего нельзя сказать о стихийных местах отдыха. Потому что неизвестно, что там на дне, плюс и помочь, может быть, никто не сможет. Понимаете, это основное. Ну, качество воды у нас везде примерно одинаковое. Будем еще разговаривать, как у нас там будет в Рощино, может быть. В конце концов, и в Полянах они смогут это все дойти до того момента, чтобы можно было делать полноценный пляж. Пока у них там места массы отдыха, как они их называют. Но надо, чтобы, конечно, они делали пляж, чтобы там было все. Приемка пляжей в загородных лагерях продолжается на этой неделе. Возможно, официальных мест отдыха у воды станет больше. Параллельно инспекторы патрулируют водоемы Выборгского района. На лиц, пользующихся маломерными судами с нарушениями законодательства, составляются протоколы. Добавим, в текущем году на водных объектах в нашем районе погибли 7 человек. С наступлением лета спасатели просят взрослых не оставлять у воды детей без присмотра, а также не употреблять спиртное вблизи водоемов. Два ребенка пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на территории обслуживания второй отдельной роты ДПС в Выборгском районе в этом году. К счастью, смертельных случаев в ДТП с детьми не зафиксировано. Для того, чтобы положительная динамика сохранялась, инспекторы проводят оперативно-профилактические мероприятия. На одном из них побывала наша съемочная группа. Сплошные проверки автотранспорта осуществляют сотрудники второй отдельной роты ДПС в дни проведения операции «Внимание, дети!». На посту, расположенном на трассе Скандинавии, дежурят сразу несколько экипажей. Автоинспекторы проверяют, как перевозятся юные пассажиры. Только за последний месяц ими было выявлено 75 фактов несоблюдения правил дорожного движения по части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях. Она гласит, нельзя перевозить в транспортном средстве детей младше 12 лет без специальных удерживающих устройств. Причем это не обязательно должно быть автокресло. Так называемая подушка, она подкладывается под маленького пассажира и пристегивается обычным ремнем пассажира. Вы уже ничего не нарушаете и ребенок в полной безопасности. Лицам, не соблюдающим это требование, грозит штраф размером 3000 рублей. В случае его оплаты в течение 20 дней с момента вступления постановления в силу, водитель вправе отдать половину суммы. По словам сотрудников ГИБДД, нарушители активно пользуются этой скидкой и процент оплаты штрафов стал гораздо выше. Кстати, инспекторы уверяют, что штрафуют далеко не всегда и не всех. Стараемся с людьми проводить беседы, чтобы они адекватно на это реагировали и соблюдали правила движения и следили за безопасностью своих детей и маленьких пассажиров, которых они перевозят, своим транспортным средством. В ходе этого пятничного дежурства было выявлено с десяток нарушителей. Многие после встречи с автоинспектором признавали. Вели себя опрометчиво, не уделив должной внимания детской безопасности. Ребенка посадили в кресло, поехали, да, на самом деле жарко на улице и просто не уследили то, что она сняла лямки, вот, поэтому нас остановили. Ну, на самом деле, это справедливо. Для безопасности ребенка, конечно, в первую очередь, ну, обязательно, чтобы все было пристегнуто, просто вот родители, ну, мы сами должны следить за этим. Конечно, безопасность на дорогах – это превыше всего, тем более, что, ну, детишек сейчас много рождается, и обязательно к креслу пристегиваться. Подобные операции сотрудники второй роты ДПС летом будут организовывать регулярно, не только на Скандинавии, но и на автодорогах Огоньки-Стрельцова-Толокойникова, Парголово-Огоньки. Ведь снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы связывают в том числе и с профилактикой. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «НашГород». Полцентнера финского сыра замуровали в иномарке. Однако молочную продукцию обнаружили и изъяли таможенные инспекторы. Инцидент произошел на пункте пропуска Брусничная, куда из Финляндии на автомобиле «Шевроле» прибыли жители Ленинградской области. О том, что они везут товары, подлежащие декларированию, путешественники не заявили. Сотрудники МАП решили проверить машину с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Выяснилось, что в спинках сидений, под полом багажного отделения, а также в нишах для инструментов спрятаны упаковки сыра. Общий вес – 50 кг. Как пояснил водитель, молочные продукты предназначались для его родных и знакомых. В отношении нарушителя возбуждено несколько дел об административных правонарушениях. Напоминаем, в Россию с Финляндией один человек может везти не более 5 кг готовой продукции животного происхождения, прошедшей термическую обработку в ненарушенной заводской упаковке. Кому же коровы дают молоко? Более 30 лет на выборской земле в начале лета проходит конкурс профессионального мастерства операторов машинного доения. За эти годы наука и техника шагнули далеко вперед. Ведра и бидоны заменили доильные аппараты, молокопроводы и накопители. Но труд тех, кто доит коров, не заменит никто. А если ты мастер в своем деле, тебе почет и уважение. Из красносельского поселения с 34-го районного конкурса доеров репортаж Натальи Березовской. У буренок опять переполох. Они вновь становятся звездами телевизионных экранов. И, кстати, по праву, ведь все они содержатся в одном из передовых сельхозпредприятий Выборгского района – на племенном заводе смена. И пока перед дойкой коровы старательно поглощают корм, люди, обслуживающие их, готовятся к проведению конкурса профессионального мастерства. Сегодня соревноваться предстоит операторам машинного доения. Они трудятся на различных производствах в разных условиях. Но главное для каждого – выполнить свою работу так, чтобы и их подопечные остались довольны, и молоко было только высшего сорта. Председатель жюри, начальник отдела аграрной политики Надежда Литвиненко говорит конкурсантам напутственные слова. Это очень важный конкурс, чтобы еще раз все навыки и на современной технологии в ДНР зале проверить свои навыки. Как, что, потому что время движется вперед, и во многих хозяйствах уже монтируются залы. В нашем районе есть уже не только параллель залы, а у нас уже есть карусель зал, более современные залы. Ну, еще, как говорится, идет вперед время. И поэтому конкурс все время усложняется в таком интеллектуальном плане. Руководители красносельского поселения, на территории которого находится смена, тоже приехали в этот день поддержать участников соревнования. И рассказать о том, как изменилась за последние годы жизнь тружеников на селе. Мы с 2009 года реализуем программу устойчивого развития сельских территорий. Раньше она называлась «Социальное развитие села» по мерам предоставления поддержки нуждающимся в жилье. И на сегодняшний день именно в Красносельском построено уже около 20 домов именно для сельских специалистов. А вот в 2015 году у нас заложен малоэтажный многоквартирный дом. Причем, надо сказать, что начиная с 2016 года очень хорошие условия для аграрников созданы. Комитеты правительства Ленинградской области и федеральный бюджет оплачивают 90% стоимости жилья для молодых семей и молодых специалистов. А только 10% получается они платят свои. Наверное, поэтому среди тех, кто приехал в этом году на конкурс, так много молодых лиц. И среди участников, и в группах поддержки. Первый этап по традиции – теория. Ответы на тест занимают у всех участников минимум времени. И члены жюри знают почему. Вы понимаете, что без теории не может быть практики. Для того, чтобы человек правильно подошел к своему делу, правильно его выполнял, не нанес вред здоровью ни животному, ни себе, он должен знать в первую очередь теорию. Зная теорию, вооружившись ею, можно уже подходить к практике. Ну что ж, наступает время чье, и готовые отдать молоко коровы рядами проходят в доильный зал. И вот начинается работа, которую необходимо выполнить быстро и четко. Поскольку на каждого конкурсанта приходится только по шесть коров, а в зале их гораздо больше, параллельно к дойке приступают и другие доярки. Вымя нужно подготовить, обеззаразить соски, сдаить первые струйки и собрать их в специальную ложечку. Скажите, пожалуйста, зачем вы набираете молоко в ложечку? Это проверяют качество молока. Бывает у коров воспаление железы, бывает ударено, тогда молоко нехорошее. Проверяем на качество молока. А как вы определяете, хорошее молоко или плохое? Ну, оно сразу показывает. Я даже чувствую, когда сдаиваешь струйки, я даже чувствую, что молоко нехорошее. Бывает на цвет оно нехорошее, желтое. Или бывает кровяное, оно сразу показывает. Или какие-то ложечки еще можно? Вот прямо в эту ложечку? Да, вот она на черном, видно очень хорошо. И это обязательно? Обязательно, потому что первые струйки, они как бы там самое начало. Мы, во-первых, обрабатываем, чтобы чистое молоко шло. Даже пусть она не больная, но чтобы в следующей струйке уже чистое молоко пошло. Строгая жюри следит и за качеством исполнения манипуляций, и за временем. Ведь от первого прикосновения к вымене до подсоединения доильного аппарата должно пройти не больше 60 секунд. «Течет молочко по вымечку. Из вымечка в доильный аппарат, а оттуда по молокопроводу прямиком в накопительный танк. После охлаждения это молоко отправится на Пискаревский молочный завод, а оттуда на наши с вами столы». За звание лучшего соревнуются шесть мастеров машинного доения из пяти хозяйств Выборгского района. Среди них и опытные доярки, и те, у кого опыт небольшой, но большое желание трудиться. Гулноза Илсурова два года назад приехала в смену к родственникам и сразу отправилась на ферму, о чем нисколько не жалеет. И с улыбкой вспоминает свой первый день в зале. «Первый раз у нас получилось, что тетя Валя посмотрела и говорит номер коровы. А я смотрю на нее и удивляюсь, думаю, как можно по вымене узнать корову. Я не представляла, но со временем, оказывается, когда набирается опыта, уже знаете где что». «Уже определяем, да, со временем. Для начала начнем так, а потом можно будет поступать выше, получать образование и также оставаться у нас здесь. Нам очень здесь нравится работать с нашим директором, с нашей Тамарой Сергеевной, с бригодиром. У нас очень дружный коллектив». Единственный мужчина-конкурсант в этом зале – Мухтор Иргашев из совхоза Матросова. Он уже неоднократно участвовал в соревнованиях по профессиональному мастерству. И, как любой восточный мужчина, делает все обстоятельно. «Работа, вот женщина, хоть лучше, разница, месяц, два. У меня уже в дочеринах бывает, минимальный, это кто-то. У меня брат старший, младший, трактористом работает, из пекоматором. «Работаешь доволен?» «Да, я доволен. На автоматических датчиках от 11 до 14 литров молока. И это за один раз. Коров в смене кормят по-особому. «Сейчас, если считать, рацион изменился с 16 видов всевозможных добавок. Это повышает и надой, и состояние животного не ухудшается, а улучшается. Только раздается на кормовых столах 8 видов рационов. Раньше был один рацион, на все дворы было одинаково, сейчас 8 видов. Каждая секция коров получает в зависимости от периода лактации свой рацион». Пока мы с директором осматривали хозяйство, конкурс подошел к концу. Все участники получили больше 90 баллов из 100 возможных. Это очень хороший результат, говорят специалисты. Победил, конечно, опыт. Валентина Филатова, та самая, которая учила юную гулнозу различать корову по вымене, заняла вершину пьедестала почета. Второе место у Алены Васильевой из Рябовского, третье у Анжелики Пташкина из Лосева. Грамоты, цветы и подарки получили все участники конкурса. А впереди 35-й юбилейный. Наталья Березовская, Валерий Престижнюк, медиагруппа «Наш город». Фестиваль предпринимательства «Балтийское лето» пройдет в Выборге с 10 по 19 июня. Все эти дни на рыночной площади будет работать ярмарка и разнообразные интерактивные площадки. Каждое утро фестиваля в 11 часов планируют начинать с общегородской зарядки под руководством тренеров фитнес-клуба и чаепития. После будут проводиться мастер-классы по валянию из шерсти, аквагриму, росписи по глине. Вы сможете посетить русскую деревушку с мини-зоопарком, национальную юрту бурятов и юнацкое подворье. Принять участие в благотворительных акциях, церемонии награждения лауреатов премии «Человек года», а также посмотреть показ авторской моды с участием собак мелких пород и профессиональных манекенщиц. Официальное открытие фестиваля «Балтийское лето» состоится 10 июня в 15 часов. Более подробную информацию найдете на официальном портале администрации Выборгского района и на нашем сайте выборг.тв. Цветущий Выборг. Медиагруппа «Наш город» вновь объявила конкурс на лучшую клумбу и самый красивый балкон. Участие в нем может принять любой житель Выборга, облагораживающий свою придомовую территорию. Мы обязательно расскажем в программе «Город новости по Выборгске» о наиболее интересных проектах. Станьте героями наших репортажей и красоту, созданную вашими руками, смогут увидеть не только жители Выборга. Звоните по телефону 2-63-47. Оплата пошлин через единый портал госуслуг позволит россиянам сэкономить 30% от их размера. Правительство внесло в Госдуму проект поправок в налоговый кодекс. Если изменения примут, новые правила вступят в силу с января 2017 года. Официальный курс валют на 8 июня, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 74,12 рубля, доллар 65,21 рубля. К новостям спорта «Монолит» не выстоял. В Каменогорске прошел товарищеский матч между местной футбольной командой «Монолит» и выборским фаворитом. Играли мальчики 2008-2009 года рождения. Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу фаворитовцев. И еще о футболе. В рамках первенства Ленинградской области фаворит в сухую обыграл «Жемчужину» из Тоснинского района. Играли юношеские составы футбольных клубов. Итог матча 3-0 в пользу наших земляков. Наш выпуск на этом завершен. Увидеть программу «Город. Новости по-выборски» можно завтра на телеканале Матч ТВ в 10.05, а также на ТНТ в 8 утра и в 14 часов. Еще больше новостей на сайте выборг.тв и в группе Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Всего доброго. В среду в Выборге ожидается переменная облачность. Синоптики обещают дождь. Температура воздуха днем плюс 15-17, ночью плюс 8-10. Ветер западный 5-6 метров в секунду. В Петербурге грозовые дожди. Днем около 20 градусов тепла, ночью 9-10. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В Лапейнранте дождь. Днем плюс 15-17, ночью плюс 8-9. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В Хельсинки дожди и грозы. Днем не выше плюс 15, ночью плюс 9-11. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова